Благословение Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Действительно, я видела кладбище, которое было в другом состоянии, те же самые храмы, которые у нас тут есть. Поэтому сегодня администрация официально заявляет, что мы с вами, мы будем, чем можем всем помогать, то есть мы участвуем также, и все, что от нас зависит, мы тоже будем, скажем так, продвигать, чтобы все-таки здесь восстановилось, чтобы этот храм увидел прихожан, и здесь у нас будут службы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять, храм стоит за обвение, и хотелось, чтобы он возродился. Храм прекрасный Петра и Павла. Он и историческую имеет ценность, он и... А ведь только представьте, сюда ходили люди. Ведь сколько поколений людей и ходили, и находили здесь, в этом храме, утешение и молитвенность такую. Поэтому в любом случае это наша задача. Не надо никаких новых храмов строить, а вот именно как раз только реконструировать и помогать возрождаться тем храмам, которые, в общем-то, и потеряли в советское время актуальность и ценность. Очистить, привести его в порядок, а потом дальше настелить пол, временную крышу создать, и потом уже в соответствии с теми нормами и с департаментом, соответственно, по культуре, это в соответствии с тем действующим законодательством, это все привести в порядок так, чтобы это было, ну, в общем-то, так, законно. Ну, по крайней мере, самое главное, чтобы не разрушалось к зиме. Это временная крыша, в общем-то, те балки и полы хотя бы постелить, но не нарушая стен, ни штукатурей, ничего, никакие моменты не проводя. Мы это уже, соответственно, проводим те такие моменты, что в наших силах, что мы подтянем. Это и прихожане, и Успенской, Успенского храма Ивангородской крепости, это из Троицкого храма, да, вот те доброходы с парусинки, это из, непосредственно, из Кингисеппа, из двух храмов, и из Аполлия, прихожане Аполлиской церкви. Огромнейшая благодарность и отцу, отцу Александру Салыкину, и гумену Домонту Беляеву, иерею Георгию Москаленко, это, да, вот, отца Александра Салыкина, это является как бы зятем, но, тем не менее, он священник, он очень долгое время здесь являлся настоятелем. До осени мы должны временную крышу создать, и потом каждый раз в две недели будет отец Ярослав приезжать сюда, служить хоть какая-то молитва, какая-то молитва должна в этом храме просто реально быть. Субтитры создавал DimaTorzok